это очень хорошо меня слышно оттуда вроде бы жаловать что типа как столько умных людей смогли так плохо записать может быть все равно и хорошо что плохо запишется я буду еще хуже я обещаю я даже сказать не знаю какой план в общем это пунктом буду писать первое в общем я буду рассказывать такую прежде чем написать план я расскажу какую-то общую канву потому что видимо без этой общей картины возможно будет понять вообще что происходит смотрите а я по-русски рассказываю я буду рассказывать такую вещь в общем есть такая деятельность про сигма модели и писать я тоже по-русски да сильные модели однопараметрические деформации вот есть такая деятельность здесь можно изучать там всякую там классическую интегрируемость можно изучать там всякие здесь очень интересно там всякие классическая матрица есть они связаны с интегрируемостью не так как вы думаете вот ну и всякое такое значит есть есть такая наука есть одна петлевая ремонт группа здесь а что понедельник было а ну да понедельник нет это только один из пунктов здесь будет еще два вот это я не буду повторять то что понедельник потому что понедельничная да на петлевая ренорм группа вот так называемый речи флоу да обобщенный речи флоу ну ягбарсер деформации так называемый то что мы в понедельник обсуждали вот значит есть еще такая наука про как бы это первая наука да есть вторая наука про конформы теории возмущений есть всякие скрининги всякие там теории поля тоды дублевые алгебры че еще несколько ну вот да в общем оказывается что пункт номер один и пункт номер два пересекаются пересекаться и это очень интересно в общем то почему они пересекаются собственно вот эта наша деятельность и общая общая картина так устроена что вот если у нас это уравнение потока речи которая в самом ну в общем действие сиг модели да и 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 по и и и и и и и У этой динамической системы есть положение равновесия, называется там форма и точка, но не физически, она отличает некоторую систему. Значит, есть, ну, наверное, будем считать, что точка подталкивающая, поэтому из нее там выходит интеллектурия регионов. Очень, самое интересное, это не самая конформная точка. Вы понимаете, что такая конформная теория может получиться. Год-два назад открыли, что оказывается, она может получиться несвободной, а раньше – свободной. То, что я сегодня рассказываю, будет по-свободной теме. В общем, не думайте, что это всегда, но обычная конформная точка может быть самим отействием. Конформная теория будет, безумие. Минимально это не может быть. Вот. Короче, и самое интересное – это окрестность этой конформной точки. Ну, и в самом простом случае – Гауссен. Это окрестность под Нью-Джином. Это метрика, например, это метрика конформная теория, свободная и позорная. И русский. Ну, специальный набор будет. Вот. Ну, каких-то таких вот. Каких-то таких вот. Каких-то таких вот. Каких-то таких операторов. В общем, мы не могу рассчитывать, что это экспоненты. Ну, какие-то могут быть. Массивные по… По-моему, и рассказать, может быть, там более-менее только экспоненты. По плюс тогда. Вот. Ну, короче, самое интересное – это окрестность конформной точки. Эксервные точки – это, в общем, это или науру. И вот эти практики могут показаться, что вот эти вот… Вот эти вот… Не важно. В общем, вот эти вот альфа – это стоянные векторы, кстати. Так оказывается, что эти векторы, они стоят, во-первых. Во-вторых, они очень специальные. И всякий раз, когда мы решаем уравнение электронных групп, когда идентифицируемые классические инфекции модели, вот эти вот альфа, он соответствует нам на некоторой процедуре, корням некоторой финальной, что указывает на квантную инфекцию. Вот. С другой стороны? Леш, а сразу можно? Во-первых, стало слышно хуже. А хуже стало? Для меня? Не знаю, сейчас. Что-то там звук стал прерываться. А потом, значит, вот эта вот картинка, когда у вас есть точка, окрестность, и в ней три траектории. На каждой траектории? Да. Вот, значит, то, что вы формулу пишете снизу – это во все окрестности или на каждой из траекторий разное? На каждой траектории своя такая. То есть, это какое-то такое неаналитическое в окрестности точки явление, да? Ну, наверное, так происходит. Не знаю, что больше. Значит, а, соответственно, вот эти операторы, ну, там понятно, что в теории свободного поля, ну, так ожидать надо экспоненты. А размерности у них какие? Ну, они все единичные размерности. Ну, классические, да. Классические они размерности ноль, извините. Ну, я не правильно. Единичные. Но при этом, значит, вообще говоря, если иксов много, то этих альфа, ну, там это какое-то квадратичное уравнение на альфа, а набор тут какой-то дискретный возникает, да? Да. И на каждой траектории свой. Ну, вообще говоря, так. Ну, хорошо, ладно. Ну, вот. В общем, это общая контакт. Короче, еще раз четко сказать, что делать... В общем, есть такая связь между этими двумя функциями. В общем, мы можем взять однопрометрическую деформацию какой-то стиль модели, заключить в нее конформную точку, описать ее окрестность, и тогда получается, в общем-то, набор этих клиентов, в которых, ну, все это там, сохраняется квантовая интегрированность. В общем, это, например, такая контакт теории поли-тозы. И, наоборот, мы можем стартовать отсюда, как бы, знать, что там про интегрируемость теории поли-тозы, написать какое-то там действие теории поли-тозы, найти какие-то условия на эти альфы, пытаться решить порядок за порядком уравнение речи. Да, вот это как-то первый порядок здесь. Теории поли-тозы. Теории поли-тозы. Очень решить. Плюс... Ежедневный 2, а потом ежедневный 3, да и так далее. Пытаться решить это уравнение на первом группе, на большом математике. Ну, потом сделать заменную координат какой-то там, и увидеть... Сейчас, а что будет... Сейчас, просите, а что будет, если мы это уже прям подставим в уравнение? Как-то мы увидим, что там R какой-то есть или... Вот продифференцировали, там что у вас будет стоять? Вот это прям сумма появится в качестве первого. Сложно уравнение. Ну, в принципе, это... Решаем уравнение итерации. Нет, ну вот прям первая, первая итерация. Вот прям первая итерация. Вот давайте подставим, и как увидеть, что она выполняется. Хотя бы в первой итерации. Дальше можно сказать следующее. 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 Может быть, это не допроизвольная матрица а и житая, да? Это условия, знаете, а... Ну, я знаю. Ну, дельта и житой после пространства. Мы всегда считаем, что... Первый выполняется. Ну, это нулевой, да? Первый сделать, второй... Не, ну нулевое, то, что производная дельтой житой равна нулю, я надеюсь, да? Да. А вот следующий порядок, как увидеть, что выполняется? Что это означает? Ну, конечно, это не все. Это условия и на А, и на А. Это не нужно понимать с пределью термина экстранической системы. Понимаете? Да. Такое сложение и термина экстранической системы. Да. Такое сложение экспедиции. Это термина экстранической системы? Нет. Дорога. Андрей, по-моему, говорит, просто предвещай, но вот ей зависимость от X. Явная зависимость от X. Да? Ж зависит от X. Да. Если Ж зависит от X, можно же вычислить тендер речи? Можно? Можно. То есть, я лыняк поставит, вычисляется, получается какая-то миллионейная часть. Да. А с этой стороны будут стоять производные по времени. Будет линейный уравнение относительно А. Да. Ну, оно… Как он говорит? А, оно реализуется по времени, по-видимому. Да? Что делается? По времени? Сам Ричард, он нелинейный. Нелинейный. Поэтому нужно спросить… Здесь будут стоять производные от А, а там будет какой-то нелинейный кусок по А. Как решается нелинейный кусок по А, или он реализуется? Ты заедини… Ну, переменный А, он линейный в каждом порядке. А… То есть, ну, коэффициенты… Коэффициенты… А будет стоять коэффициентами при этих экспонентах. Ну, и при каждом такой экспоненте, нужно как бы решить свою уравнение. Я бы сейчас с одноклассниками. Понимаете? Я вообще не хотел… Технически не правильно рассказывать. В общем, не надо говорить. Я с этим понятным… Сейчас. А сигла модель, как бы, она честная, в смысле, это вот не под фактор или фактор? То есть, чем она как-то реализуется? Группы и подгруппы? С теоретическим пространством. С теоретическим пространством. А внизу у нас афинные алгебры данные, да? Ну… Ну… А, здесь? Ну, да. Ну, да. Ну, и как они мэтчатся? Есть еще вопрос. Сейчас я говорю правильно. А, сейчас расскажу. Ну, да. Нет. Бережка, извини. Если ты говоришь, это пространство симметрическое, то там… Да… Да-да-да. Я же сказал с информацией. Это при параметре с информацией равно 0, получается симметрическое пространство. При неравном 0, получается что-то. Ну, статистка. Да, очень. Я сегодня в необычном режиме выступаю. Я обычно рассказываю про симметриль, а потом все будет включать. Сейчас я хочу набрать. Ну, вот. Как он мне все решит, что… Он все знает, что… Сюда можно добавить… Ну, например, вот такое… Сюда можно добавить… Сюда можно добавить… Это… Ну, вот. Ну, вот. И, значит, вот это… Действие… Действие такое что-то… То, что… Это пластическое империумное человеке… Ну, вот… Ну, вот… Чуть-чуть. Гранул. Представляете, чего? Открытое или не открытое? Открытое или не открытое? Открытое? Для того, чтобы на него сидел и не открытое. Понятно. Ага. Сейчас. Это цепочка или это двумерная? Это тюрьмой. Да. Тюрьмой. Да. Тюрьмой. Да. Вот это. Вот это. Короче. Это один из примеров. Какое-то комфортное изучение, какое-то сохранение. Может быть, другие как-нибудь. В смысле, это одна. В смысле, это одна? Да, если другие возможности. Опять есть. Ну, общих аналитарах. я сам вопрос глупый тут же как бы я добавил конформные теории конечный набор и требует что чтобы вот это филипп Игорь Михайлович, директор А.Семкин 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 Игорь Негода. 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 Игорь Негода.